История ВЛКСМ – история народа. За 73 годы изнования этой организации яичленские билеты отрымали больше, как 160 миллионов человек. По сути, комсомол был самой массовой молодежной организацией в свете. А сами комсомольцы были энтузиастами, романтиками и патриотами. Почас Великой Айчинной, свыше 3 миллионов членов ВЛКСМ отрымали боевые узнагороды, калё 3,5 тысяч стали героями Советского Союза. У складания венков и кветок до мемориала героям-комсомольцам Гомельщины, якие загинули подчас войны, яшеден знак признания подвигу белорусских комсомольцев. Митинг каля мемориала завершается запуском ста поветранных шаров з амблемы комсомола. Ветераны организации успевают эту акцию с полной долей настальеи об своей молодости. Люди моего возраста и старше моего возраста, они всегда с хорошим чувством, наверное, чувством добра, наверное, с чувством таким трепетом, они вспоминают свою молодость, свои юношеские годы. Они вспоминают, как они были в комсомоле, свой комсомольский билет, вступление в комсомол, комсомольский значок. Ну, прежде всего, ассоциация с комсомолом, прежде всего, это, безусловно, это патриотизм. Это патриотизм, любовь к своей родине. На плясу закаля центральной площади Гомеля уся история комсомола. Уплённой ступени место проведения акций можно лишить символичным. Комсомол так само был ленинским. На его рахунку соправды шмат добрых справ, борозба с неписьменностью, одновление разборанной войной господарки. Ударные комсомольские будовли и освоение целины. У далёких Казахстан, Беларуси, тады накеровались, а каля 60 тысяч доброохотников. Вадайгалунная штура билка «Самол» работа с молодзю, уступаючи ОВЛКСМ 14-гадовый подлеток, отрымливу плясу, кодзе мог проявить сябе у учобе, працы, спорте. Организация вушила жить у коллективе, ценить дружбу и справедливость. Выховывала отказность не только за свои справы, а ли учинки тых, кто знаходился побоч. У снежни 1991-го белорусский комсомол пераменовали у Союз молодзи Беларуси. Сегодня правопераемником комсомола з'является Белорусский Республиканский Союз молодзи. А ли на протягу у всех ста годов застаётся галунная, громадянско-патриотичное выхование молодзи. Молодёжь наших поколений и старших поколений, она идеологически была очень устойчива, понимающая, что нужно государство, что нужно, чтобы государство быстрее крепло и развивалось. Её агитировать особенно не надо было. На лицо был пример старших поколений, отцов, дедов, которые воевали, многие положили головы, сердца свои отдали за свободу и независимость большого государства, затем независимой Беларуси. Но какие ещё надо агитации? Пример старших поколений, самая главная агитация.